Хочешь погрузиться в историческую атмосферу? Хочешь почувствовать себя в роли правителя? Тогда тебя ждет сервер Country Game. Это самый популярный в СНГ ВП проект в Дискорде. Особенностью серва является огромное количество сценариев, буквально за каждый промежуток нашей истории. При этом каждый сезон ты можешь выбрать сценарий для игры. На данном сервере представлено огромное количество крутых механик, включая эпичные битвы в реальном времени и продуманную систему экономики. При этом ты полностью свободен в выборе действий. Ты можешь создавать свою технику, строить укрепления и узлы снабжения, делать диверсии и многое другое. Country Game ждет тебя, поэтому немедли и залетай на него по ссылке в описании. И зацени все сам. Сегодня мы с вами сыграем только за мотоциклетную пехоту в Hearts of War N4 с модом New Ways. Игровая сторона у нас Германия, а мод выбран в связи с тем, что именно он и добавляет нам ранее мотоциклы, которые открывают доступ к мотоциклетной пехоте. Потом эти мотоциклы улучшаются еще раз. Добавок к этому еще бонусы идут здесь, бонусы идут здесь, здесь. То есть это нормальный вид пехоты, который развивается. Но эта пехота именно на мотоциклах. Не на моторизации, не на механизации, не просто сама по себе или на коняшках, или еще как-то, а именно мотоциклы. Уникальный вид войс, который как раз добавили только в этом моде. Вот можете заценить характеристики обычной пехоты. А сейчас я заменю все это на мотоциклетную и посмотрим, какая будет разница. Вот, все тот же самый шаблон, только здесь у нас, кстати, мотоциклетная пехота, которая, если что, вподвижно как раз находится. Противопехотная противотанковая осталась такой же. У нас чуть-чуть поднялась защита на 27 единиц. Прорыв стал лучше на 36, что уже приятно. Подавление. Ну, то есть, да, с помощью мотоциклов можно как раз делать новые шаблоны на подавление. Увеличился вес, средняя надежность упала, организация уменьшилась, притом на 16 единиц, это, конечно, существенно. То есть, мы, знаешь, это такая смесь танков и моторизации вместе, то есть, такого шаблончика. Прочность упала на 45 единиц, но скорость 13 км в час. Это ранние мотоциклы. Следующие же мотоциклы будут давать скорость 16 км в час. Плюсом к этому, людские ресурсы нам поменьше тратятся на 900 человек. Пехотка у нас уменьшается, но зато добавляется допка. Здесь все сделано достаточно просто. Мотоцикл требует 85 пехотки вместо сотни, которая нужна для обычной пехоты, но зато требует еще плюс 5 доп. оснащения, ну и сами по себе мотоциклы. То есть, хотим мы того или нет, нам надо намного больше производить, дабы создать такую пехоту, которая во всем копирует обычную пехоту, но быстрее, ну и чуть хуже, как раз выдерживает вражескую атаку. Ну и, конечно же, тут нужно горючее, а у немцев с горючим проблемы. Поэтому, надеюсь, что будет интересно и уникальный вид войск, так еще и тот, который требует нефть и немного усложняет нашу игру. Основной шаблон у меня будет состоять только из мотоциклов. Я посмотрю, под какую ширину я его подведу. В допках я, конечно, буду использовать саперку, арту, может быть, огнеметчик, все какие-нибудь уникальные доп. рот, которые здесь есть, а может быть, даже, кстати, мотоциклетную разведку. А почему бы и нет? Но именно вот в основных боевых подразделениях у нас будут только мотоциклы, чтобы цель как раз нашего прохождения сохранялась. А так, за Германию в Нью-Вейсе я особо-то не играл, поэтому не гарантирован, что будет историческое прям развитие, но по историческим датам. Плюс-минус постараюсь развиваться так же. Но, возможно, и с небольшими отклонениями. Заодно, кстати, засню древо фокусов оригинальных немцев и посмотрю, чего здесь можно добиться. Да, мод обновили на новую версию, завезли много новых фишек. Я в недавнем ролике за Португалию, там более-менее их все показал. Поэтому сильно останавливаться на этом не буду. Средоточусь именно на показе отыгрыша за мотоциклы. Производство можете ценить, как выставил. Я сейчас, наверное, только с самолетов чуть уберу и поставлю в производство мотоциклы, так как они нам тоже нужны как отдельный вид войск. Требуют, как ты видишь, резину. Это тоже дополнительная проблема, потому что резины у нас нет. Но и выбора у нас тоже нет. Нам надо производить мотоциклы, значит будем. Желаю вам всем приятного просмотра, усаживайтесь поудобнее, надеюсь, насладитесь данным видео. По ссылке в описании вы также можете найти Бусти. Я там более-менее расписал нормальные теперь уровни. Буду туда опубликовать интересный контент. Также некоторые из подписчиков на Бусти смогут попадать в ролик. И еще другие особенности можете заценить. Надеюсь, вам понравится. Это возможности меня поддержать и получить определенные плюшки. Прикольная механика у немцев это здесь борьба между СС Муссолини и между Вермахтом. Притом здесь сделано так, что, ну, высокое влияние Вермахта это лучший вариант, потому что вы получаете бонусы на атаку, на защиту, на планирование, на прирост, на организацию. И лишь один дебаф, минус 25% коэффициента прироста командного ресурса. В то время как полная поддержка влияния СС, минус 33% к получаемому опыту армии, минус 10% на атаку и на защиту. И все это ради организации, которая была я там, так что это вычеркиваем. Скорость основной дивизии плюс 15, не спорю, классно. Поддержка войны плюс 30, тоже неплохо. Лимит капитуляции плюс 30, но очень слабо, когда нужен. Если уж вы до такой степени проигрываете, то сильно вас это не спасет. Особенно учитывая, что вы еще и потеряете атаку и защиту в 10%. И коэффициент прироста плюс 5. Ну, по-моему, выбор достаточно очевиден. Мы будем за Вермахт. Сразу же по фокусам взял как раз Рейнскую область, потом в Автаркию пошел, через новый план шахты. Сейчас сохранение нациэкономики дело, чтобы срок оплаты векселей подрос. 15 дней остается, а здесь всего 10, то есть у нас уже оплата будет раз в 240 дней, а значит мы подольше сохраним свою политку. Сделаю еще автобаны, возьму здесь фабрики, военные заводы, военную экономику как раз. Уделю, наверное, 36-й год как раз полностью развития экономическому, которое нам необходимо. А потом уже будем постепенно разимать армию, флот, ну и, конечно же, двигаться по политике. Вроде бы нельзя идти раньше времени в консолидацию власти, так как пока военные будут не за нас, нынешнего лидера могут свергнуть, и нам повесят кого-нибудь другого. Кстати, Гитлер здесь бывший эфрейтор и великолепный оратор. У него вот такие вот бонусы и дебафы. Самое грустное, что испанское государство здесь проигрывает, а я добровольцев не могу отправить, потому что у меня еще до сих пор пехота, мне еще как бы надо немало тут мотоциклетников добавить. Но что поделать? Видимо, Испания будет здесь демократическая или коммунистическая, в зависимости от того, куда она уйдет. И это будет еще одна дополнительная сложность в нашем прохождении. Но все же в декабре 36-го я уже отправился их мотоциклетников. Они, конечно, не совсем полностью оснащены, но уже хоть что-то из себя представляют, и мы сможем здесь поддержать. Убить хотя бы отсюда противника, и здесь может быть до Мадрида дойти. Я пока не уверен, какой вариант войск это именно, но поставим Клюге и посмотрим, будет ли он бронетанком так же оставаться или прокачается как пехотный специалист. Смотри, как наши мотоциклики хорошо атакуют. Вот, залетаем уже в Мадрид. Даем здесь снабжение как раз. Ну а тут в горах они сами когда-нибудь разберутся. Можно даже за этот счет не переживать. Давайте вперед, вперед. Просто смотрите, как уверенно мы залетаем. И, между прочим, даже делаем котлы. Противник явно этого не ожидает, но что поделать. Наши мотоциклики принесут победу в Испании. Притом еще макетик войск. Смотрите, какой красивый мотоциклов. Прям-то контуражно выглядят. Ну а для врага, конечно, наверное, все это очень и очень страшно. То, как мы залетаем, то, как мы его тут окружаем. И не оставляем ему ведь никаких шансов. Все, мотоциклами просто врываемся, делаем здесь котлы. И испанская гражданка будет за нашей франкистской Испанией. Можно за это не переживать. Еще из интересного, здесь доктрина как раз матризированной пехоты. Неплохо так улучшает мотоциклетную пехоту. Дает еще больше скорости, восстановления. Не, ну вы сами понимаете, куда мы пойдем и как мы будем раскачиваться. Да, да, да. У нас уже мотоциклетная пехота 14,3 км в час имеет скорость, между прочим. А вы еще учитывайте, что у нас бонус здесь. На скорость дивизии здесь бонус еще на максимальную скорость. Не знаю, действует ли на бронетехнику или нет. Наши мотоциклы будут летать. Ну и смотрите. Клюге прокачал все-таки командующего пехоты. И, кстати, командующего кавалерии тоже взял. То есть, получается, наша мотоциклетная пехота, это одновременные пехоты и кавалерии. На нее действуют и те, и те бонусы. Притом, да, у нас мотоциклетная пехота. Вот она тут тоже есть. Ну давай, смотрите-ка. Мы получим атаку, мы получим и защиту. И тут тоже бонусы у нас будут действовать. Я так понимаю, наша мотоциклетная пехота должна себя вообще хорошо показывать. 130 даже, смотри, с дебафами. Неплохо так. Думаю, это местная имба. Ну и самое приятное, это, конечно, если есть где-то прогальчик, то все. Мотоциклетную пехоту уже никто не остановит. Ну посмотрите вот просто на это. Прорвались и все. Вот что они против этого сделают? Да ничего. Все, победа. 31 августа, 37-го. Несмотря на то, что мы так поздно пришли, просто залетели. И все. Франка теперь у власти. Опа. А вот это здрасте, исторический режим. Но здесь восстали все равно корлисты. Видимо, еще не все закончено. Вновь отправляем наших добровольцев. Еще одно противостояние. Но правда здесь... Ооо, а видимо корлисты победят в любом раскладе. Посмотрите, здесь войск вообще нет. Мда. Интересный расклад, но видимо да. Такая судьба. Корлисты одержат победу. И у нас с вами будет монархическая Испания. Ну да, мои войска только прибыли. А здесь уже Мадрид, можно сказать, взяли. На севере все закрыли. Осталось 6 дивизий. Ну 8, ладно. Ооо, да. А в противостоянии здесь участвуют на стороне корлистов почти 30. Можно, конечно, помочь одержать победу, но с другой стороны... А давайте дадим победить корлистам. Мне даже интересно, что здесь будет с монархической Испанией. А знаете, Ишк Танофранко все-таки победит. Он делает котлы сам по себе, уничтожает их в котлах. И уверенно так идет к победе. Я удивлен. Я все время стоял здесь и не рыпался. В декабре 37-го делаем аншлюз. Новая территория, новая промышленность. Прекрасно. Сделал клюги генералом здесь. И смотрите, кон взаимодействия родных войск специалист дает по 5% на атаку на защиту, а когда улучшится будет по 15%. Прекрасно. У нас бонусы здесь от пехоты, бонусы еще и отсюда действуют. И мотоциклики все больше и больше раскачиваются. Армия в 600 тысяч мотоциклов. Правда, вот нам еще надо копить с вами и 2 тысячи здесь, и 2 с лишним тысячи здесь. Да, как вы понимаете, допки и самих мотоциклов сильно не хватает. Но ничего, рано или поздно добьем до нужного количества. Дело Бломберга. Отличный повод избавиться от неугодных офицеров. Бамс. И как бы это ни было грустно, конечно, фельдмаршала мы потеряли. Придется вытер повышать. Но не проблема, главное все высшее командование осталось как есть. А также мы следующим фокусом берем атаку и защиту дивизии плюс 7,5% и прирост политической власти плюс 20%. Это сильно. И даже смотрите, где доктрина просто обычной пехоты. Вот здесь обычная пехота, да, нам написано. Здесь тоже идет бонусы на мотоциклетную пехоту, на организацию скорости становления. У нас уже шаблон обычной мотоциклетной пехоты, имеет организацию 50 единиц, прочность 205. И реально неплохо. Понятное дело, что здесь нет никакой брони, но зато хороший прорыв. Франция предлагает подписать пакт о ненападении. Ну давайте Альза с Алатарингео потом поговорим. Но они не соглашаются. Ладно тогда, никакого пакта. Но здесь я уже просто решил подсобить, потому что Франко все равно побеждал. Все. Испания вроде как успокоена. Исследовал новые мотоциклы. Ну и смотрите, что самое приятное. Мы можем их улучшить. Двигатель, боезапас, надежность, технологичность. Удешевить тем самым их производство. Повысить характеристики. Поэтому предлагаю этим заняться. Более дешевые и более надежные мотоциклы. Тут гражданка в Иране. Ну и я помогаю. Близкой нам идеологии 6 добровольств отправляются. Думаю, их тут более чем хватит. Учитывая, что и итальянцы, скорее всего, тоже отправят добровольцев. Ситуация, конечно, уже тяжелая. Много войск закотлили. Но мои дивизии делают сейчас котлы. Еще и итальянцы прибыли. Сможем одержать победу. Все, победа в Иранской гражданской войне. Надеюсь, наш будущий союзник. Январь 39-го. Мы здесь немножко отобрали земли Словении. Также поделили Чехословакию. Продвигаю здесь по фокусам. Ну, вроде более-менее. Так как надо. Нам еще сейчас нужен союз с Италией. Надо сюда миссию Риббентропа в Москве, видимо, прописать. Ну и немножечко разобраться с Румынией и с Венгрией. По фокусу сделали переворот в Румынии. И она теперь стала нашим сателлитом. Отлично. Надавили на нее не зря. Давайте теперь права на восточные территории. Ну и очень интересно так выходит, что Венгрия до сих пор с Италией не с нами. А зато вот уже Румыния под нашим контролем. Пакт с Москвой делаем в июне 39-го. Ну, куда уж без этого. Сейчас давайте Италию. И потом, видимо, Данцик или Война. Плюс-минус где-то как раз к сентябрю я это сделаю. Даже, смотрите-ка, не сильно отступают таймингов. По армии что у нас с вами есть? Четыре армии уже размещена. Пятая обучается. Шаблон наших мотоциклов вот такой вот. Я не ставлю сюда никакую допроту на разведку, потому что это все дебафает очень сильно максимальную скорость. К сожалению, вот на разведку бонусы те, которые идут на броневички, не действуют. Да, конечно, поставив их, мы получим еще бонус к скорости в 10, но урезания намного больше будет. Поэтому придется без этого. Максимум я, может быть, сюда по вошку еще закину, дополнительный слот и все. А так вот такая вот у нас пехота будет сражаться. Неплохие бонусы на местности есть благодаря огнеметчикам. Поэтому в городах, в равнинах, на укрепах мы будем себя ощущать очень хорошо. Ну и по производству тоже запасы есть. Допки, видите, в 3,5 мотоцикла в 3 тысячи как раз. Производство, ну, 50 допки, 40 мотоциклов, остального вообще по чуть-чуть. Да, для производства как раз-таки мотоциклетная пехота. Надо очень много доп оснащения, но, надеюсь, оно того стоит. Да и по поводу опыта армии мы, наконец-таки, закрыли, кстати, всю доктрину. Я сейчас буду весь опыт тратить на то, чтобы у нас дешевле и лучше производились мотоциклы. А также, наверное, здесь можно еще и допку улучшить. Да, улучшим ее надежность, технологичность, чтобы также все это стало дешевле. Ну и вот у нас 16 августа 39-го. Заключил здесь союз с Италией, с японцами. Ну и давайте, данская война как раз 21 день. И в сентябре мы начнем конфликт. У нас тут векселя требует немало политки. Здесь у нас от Греции небольшие бонусы. Много захвата трофейной техники. Бонусы на бронетехнику и просто на производство. Здесь отбор унтер-офицеров на армию бонуса. Тюрия Блицкрига дает нам хорошие бонусы. Расширение Люфтваффе бонуса на авиацию. Расширение Вермахта тоже много бонусов. Лебенсраум здесь у нас тапка поддержка. Автаркия как раз таки. Дебафы от расовых законов. Ну и горечь поражения. 100 на 100. Промка в 272. Не особо большая, можно и больше намного. Но вроде как всего хватает. Кабинет министров тоже заполнен. Это кабинет шпионов наш. Ну в Нью-Вейс их очень много. Я сильно их не использую. Иначе это просто имба будет при таком количестве. Просто охраняю свои территории. И разведочку небольшую в соседних странах делаю. Скоро начнется конфликт. Выставил армию сюда. Выставил армию сюда. Сейчас еще эти армии подведу на прорыв в Польше. И я думаю 5 армии. Может быть даже еще 6-ю мы обучим. Нам вполне себе хватит. А не, не будет 6-ой. 5 армий. 6-ая будет чуть позже. Нам надо много пехоточки. Я даже наверное предлагаю с допки убрать производство. Потому что ее уже очень много копится. А вот пехотка нам не повредит. Что и сентября 39-го. Данцик или война выполнена. Армия у нас тут поставлена уже. Ну и давайте ждем. А, кстати, по поводу авиации-то. Я же ее почти не разместил. Давайте сюда. Давайте еще сюда. Просто хотя бы на защиту своих регионов. А то сейчас начнут здесь действовать. Польша отвергает ультиматум. Но и у нас не остается никакого выбора. Придется пойти в атаку. Да? Вперед. Минус викселя. Ну что поделать. Такова судьба. Давайте посмотрим, как теперь наша армия быстренько прорвет. У нас все на агрессивном плане. Вперед. Смотрите на эту красоту. Атака в 100 с небольшим. 150 обороны. И хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Как вам это? Просто несколько дней прошло со старта. Мы уже сражаемся здесь за Варшаву. Здесь меня больше радует, что они стоят. Давай в атаку. А, мы же на Данциг сам не напали. Вон. Все. Сейчас еще и тут разберемся. Это, кстати, немножко нас задержало. Ну и все. Данцига нет. А здесь мы и всю Польшу забрали. Между прочим, она даже, видимо, не успела вступить в союзники. А уже вся Польша наша. Не, ну. Раз такое дело, то забираем все. Это мир. И 17 сентября 1939 года где-то даже быстрее, чем за 10 дней, мы всю Польшу подпилили. Притом с небольшими потерями, я так подозреваю. И с сохранением большего части ресурсов. Все. Польша наша. А, ну 11 дней у нас ушло. Еще добавьте несколько дней, которые на ивенты прошли. Мы просто моментально разобрались со всем, что здесь было. Никого я пока в союзники не призываю. Ну, в это противостояние. В одиночку сражаемся. Сейчас, я думаю, начнем обход Мужино. И, может быть, даже вдарим по самому Мужино, так как у нас тут есть с вами. Манштейн с атаками на укрепа плюс 15. А вы понимаете, что это. Это возможность их даже пробить. Вражескую авиацию даем вообще без проблем. 1 к 5, 1 к 10 примерно. Шаблон у нас у самолетов старенький. Я его даже не улучшал особо. Но все равно 4 пушечки свое дает знать. Оборона, дальность, все хорошо. Вражеская авиация пока для нас не проблема. Договор с советами. Ну, давайте пойдем по истории. Да, дадим им Польшу. Не будем здесь жестить. Сделаем как надо. По ресурсам у нас, несмотря на конфликт, все хорошо. Я как раз застроился активно нефтеперерабатывающими заводами. И у нас нефти в достатке. И резины тоже хватает. 1 ноября 1939 в обход Мужино готов. Ну и погнали. Сразу объявляем всем войны и залетаем. Не будем долго ждать. Сразу же вперед. В итоге данного прорыва у нас тут и котлы образовались, и во Францию заходим. И годовщина пивного пуча. Уйдем пораньше. Либо же нельзя прерывать церемонию. Нет, давайте уйдем пораньше. И мы чудом избежали. Трагедия. А вот так вот могли бы нас здесь подорвать. Но, к счастью, все успешно. Иран заключает с нами соглашение новое. Хотя вроде как оно и так было. Здесь мы забрали Париж. И Франция еще держится. Ну, как бы хорошо. Это ваш выбор. Мы все равно проберемся дальше. И вы просто посмотрите на то, как наши мотоциклы здесь уничтожают. Вообще никаких проблем. Все. Франция капитулирует. Ну и давайте. Те дивизии добровольцев и союзников, которые здесь есть, тоже до конца уничтожим. Франция запрашивает мир. Ну, давайте немножечко сначала дивизии здесь уничтожим. 12 дней здесь все равно есть на возможность, чтобы в случае чего они здесь все-таки не выжили. Здесь у нас японцы побеждают. Котлы у нас уничтожены здесь и здесь. И остается 10 дней еще. Ну, давай добьем. Ну и здесь тоже давай с другого направления. Все. Победа. Так, Франция и мир. Надеемся, они согласятся на пару наших условий. Выдвигаем условия перемирия. Мы это принимаем как есть. Виши. Мир. Смеетесь. Хм. Ну, давайте. Виши. Это вроде как более-менее по истории. И вишистка. А, подожди. Виши у нас тут прям формируются. Здесь мы не отдаем им территории. И мы не сражаемся против Франции. А, здесь вот так вот сделано. Интересно. То есть нам получается теперь только с британцами разобраться, а Франция да, на нашей стороне. Вау. Ну да ладно. Тут, между прочим, всего 40 кораблей. А, подождите. Все же корабли сейчас должны были перейти французам. Да, 157 кораблей. О-о-о. Хо-хо-хо. Не, ну давай тогда делать высадку. И попробуем высадиться в Британию. Посмотреть, что из этого выйдет. Может быть, мы даже сейчас можем одержать победу. Кто знает. Шаблон, если что, все тот же самый. Показывайте. А просто идеальная скорость. 20 км в час. Это имба. А, не. Все нормально. Франция здесь восстановилась полностью. Ну ладно, я не особо-то и против. Пусть она будет здесь. Правда, не все для... Подожди. Для нее вообще ничего не национальное. Но он вроде как по фокусам сможет, да, все это сделать национальным. Территория, потому что под его контролем. Ну и Франция реально полностью перешла под нас. Это прям очень интересно. Ну давайте еще и призовем ее. А че, пусть помогает. Сражается. Им тут явно есть чем заняться. О, Виши против французских синдикатов. Противостояние начало. А где эти французские синдикаты? А, свободная Франция вон восстала. Ух. Но она не великая держава. Не, не великая. Тогда не страшно. 1 февраля 40-го года. Ну давайте. Поддержка морского вторжения 52%. Это без авиации. Мы еще можем авиацию легко добавить сюда. Но даже так? Зачем? Просто полетели уже вперед. Все. Сейчас наши. 10 мотоцикликов. Спокойненько высадятся под Портсмонт. Ну и самое приятное. Смотрите сюда. Давайте скорость чуть уменьшим. Дожидаемся, когда они высадятся. Все. Три дивизии атакуют здесь. Ну, чтобы на всякий случай они не успели никуда выйти. Здесь мы прорываемся дальше. Тоже выходим к Лондону. И смотрим за этим событием. Вперед. Скорость повыше. Здесь мы, главное, уже все заняли. Авиацию давай уберем. Сейчас здесь даже немножко окружим Лондон. Портсмонт наш. И все. Британия получила от нас приятную высадку. А мы что делаем? Правильно. Мы сейчас сюда сразу же закидываем наши войска. Ставим единый план. И вперед. Разбираться с британцами. Я еще сейчас присоединю сюда авиацию. Чтоб она нам оказала поддержку. И давайте, давайте, давайте вперед. Все. Падение Лондона. Как ты видишь, мои мотоциклы прибыли. 12 февраля 40-го года. Ну и просто смотрите на этот попил. Между прочим, сколько там войск? 300 тысяч уже уничтожили. У британцев все, ничего не остается. Все. Это победа. Заметили ли вы проблем? Я вот лично нет. Все. Мы теперь можем спокойно мириться. Все очки на нашей стране. И Вторая мировая, ну так вот именно назывался этот конфликт, официально закончилась. В феврале 40-го года. Немцы одержали победу. Все. Мир подписан. Давайте подтверждаем и выходим. И просто посмотрите на дату 17 февраля 40-го года. Забрали много территорий. Часть территории аннексировали, часть сделали вассальной. Ну и вот она, Германская империя. Здесь у нас Британия под нашим контролем. Единая Канада. Здесь множество вассалов. Я решил все-таки через вассалитет сыграть. Притом все равно здесь вассалы окрашиваются в наш цвет, чтобы было красиво. Ну единственное, что разве канал, что забрал себе? Ну, чтобы было. У нас теперь огромнейшая ресурсная база. Ну и самое приятное, это, конечно же, ось, которая просто контролирует все, что только можно. Единственное, конечно, что меня радует, что с нами не сражалась Юго-Западная Африка. Выжил благодаря этому еще Сикхим. То есть союзники здесь еще живы и здоровы. Ну и, конечно же, да, Египет. Мы с ним не сражались, видимо, либо же мы, может быть, его не задели. Но он тут еще есть. Но это небольшая проблема. Мы все равно основные территории подобрали под себя. Можем также без проблем теперь сделать здесь вооруженное восстание коллаборационистов. И исламистский Иран еще один, правда, уже наш вассальный, здесь восстает. А мы можем ему помочь, поддержать. Правда, шансов в этом не так уж и много. Но если захотим, то сможем еще и здесь тоже одержать победу. И сделать его, наконец-таки, своим союзником окончательно. У армии у нас всего миллион триста тридцать тысяч. Все вот таким вот шаблончиком. Каву у нас на гарнизонах. Но, честно говоря, можно было и мотоциклы ставить. Все равно оккупированных территорий особо-то и не было. Никого из союзников я в итоге не призывал. Ну, за исключением только вассалов, которые так-то особо и не помогли. Здравствуй, Франция. Которая теперь наша вассальная. И, конечно, немножечко тяжеловато. Из-за Эльзаса мы не сможем их тут зенационализировать. По фокусам через четыре дня у нас будет союз с Испанией. Дальше возможность продвинуться как раз на Датчан. Разобраться в Швейцарии. Даже на Швецию сходить. Ну, а может быть вообще просто забрать все территории под себя. И сделать Европейскую конфедерацию. Благо, это не так уж и сложно. Регионов почти в достатке. Разве что немножко Балканы придется подпилить под себя. Могу вам сказать с уверенностью. Мотоциклетная пехота это имба. Не по характеристикам. Нет, это плюс-минус обычная пехота. Имба, она именно благодаря своей скорости. Которая, кстати, еще приподнял 23 единицы. Ну, вы можете этим полюбоваться. А на деле-то вообще 23. С такой скоростью просто пробил первый раз пехоту вражескую. А дальше все. Твои мотоциклы захватывают территорию раньше, чем враг отступает. И тем самым ты полностью уничтожаешь их дивизии. И благодаря этому тебе разве что сначала надо пробить. А с помощью хорошего планирования. Поддержки авиации это не сложно. А дальше ты просто уничтожаешь все войска. И катком прокатываешься. Вы это как раз и могли наблюдать, как мы проехались по Польше, потом по Франции, а потом по Британии. Несколько дней и победы. Вот он, истинный Блицкрик. С помощью мотоциклов. Если вам понравится, то я могу еще приписать финальную битву с советами, с американцами. Понятное дело, что это не будет сверхсложным. Но просто окончательно показать мощь мотоциклов. Если вам это нужно, то я могу реализовать. Заодно и окончательно заценить все древо. Сделать здесь рискомиссариаты. Сделать еще новых вассалов. Интеграцию земель провести. В общем-то показать все-все-все фокусы, которые еще остались. Такая возможность есть. Поэтому пишите. Поддерживайте ролик своими лайками. Заглядывайте в телеграм, а также на бусте. Оставляйте свои предложения, где, за кого и как сыграть, с какими интересными идеями. Ну и до скорых встреч в новых видео. Надолго не прощаюсь.